Гороскоп на октябрь записан 2 сентября. Учтите, пожалуйста, общую мировую ситуацию, которая будет складываться уже в октябре. Точность прогноза до 80% если рак ваш знак зодиака, до 100% если в этом знаке зодиака ваш асцендент. Уважаемые представители знака зодиака рак, месяц для вас очень важный, потому что два полнолуния, а Луна управляет вами, как никаким другим знаком зодиака. Первая полнолуния 1 октября в вашем 10 доме. В районе 1 октября, возможно, двоякая ситуация. Кто-то увольняется, кто-то поступает на работу, кто-то достигает вершины, а кто-то достигает вершины через триумфальное завершение своей деятельности. В любом случае вы можете стать на верхушку какой-то важной для вас, значительной горы в районе 1 октября. Эта гора может быть не только профессиональной, а не только по карьерной лестнице вы можете подняться к 1 октября. Но и домашние дела, семейная жизнь, личные отношения. Будет кульминация в этих вопросах к 1 октября. И это то, что непосредственно вас возвысит в статусе. Поэтому к 1 октября кто-то может приобрести новую должность, а кто-то может стать мужем либо женой. Также вы можете стать родителем в районе 1 октября. 1 октября для многих из вас, для типичных представителей знака Зодиакора к 1 октября будет тем днём, когда вы вроде бы чего-то достигли. И в то же время что-то завершилось. Завершилось таким образом, что вам пора намечать новые цели. И уже 2 октября Венера, который придёт в ваш третий дом поиска нового и вообще лёгкости жизни. Скорее всего, вы отправитесь в новое путешествие. Если вы достигнете какой-то личной вершины к 1 октября, дойдёте на вершину Эвереста вашего личностного, то уже 2 октября вы решите покорять новую гору и начнёте этот путь. 4 октября Плутон становится директным в вашем доме брака. Поэтому для кого-то к 1 октября будет развод, и вы ищете новое супружество. Для кого-то к 3 октября появится новый коллектив, новые коллеги, совершенно новые. Или те, которых вы никак не могли себе представить в окружении вас. Вот такие люди могут появиться, а также клиенты могут появиться новые, которых вы не ожидаете, возможно. Эти люди, быть может, ожидаемы были, но когда-то давно, и вы вроде бы уже потеряли веру, потеряли надежду, что вы найдёте кого-то. Этот кто-то, кого вы желали найти, в частности, может быть, ещё с апреля, с 26 апреля, может быть, и врач, может быть, какой-то специалист. Итак, если вы не могли найти человека, либо людей с весны этого года, то, возможно, только в октябре, начале октября вы найдёте человека, людей, специалиста, группу, клиентов, и начнёте продвигаться во что-то новое. Но, скорее всего, это новое, хорошо забытое, старое. Если вы мечтали о чём-то, либо о ком-то очень давно, быть может, это вообще такие давнишние мечты, которые преследуют вас ещё, к примеру, с 2008 года, вот если вы так долго не могли кого-то, либо что-то найти, то, возможно, именно в этом октябре такие ваши мечты осуществятся, потому что, ещё раз напомню вам, что очень мощный месяц, это два полнолуния. Первое полнолуние в доме достижения цели, а второе полнолуние 31 октября в доме осуществления мечты. Поэтому, несомненно, для вас будет достижение какое-то значительное, незначительное, но вы обязательно отметите этот месяц как месяц достижений. Если не в начале, то в самом конце месяца будет какой-то важный результат для вас. А середина месяца отмечена ретроградностью Меркурия. Напоминаю вам, что весь месяц ретрограден Марс, и ещё с 14 октября становится ретроградным Меркурий, и до 3 ноября он будет в попятном движении. Это попятное движение происходит в доме любви для вас, а также с конца месяца в доме дома, родни и семьи. Поэтому для вас возможно осуществление мечты через возврат к чему-то, либо к кому-то, либо куда-то. С 14 октября по 28 октября к вам может возвращаться прежняя увлюблённость, увлечённость, возможно, возврат детей, детско-родительские отношения могут вновь встать на повестку дня. Быть может, ваши дети потребуют большего внимания, вы вернётесь к какому-то проблемному, возможно, вопросу в отношениях с детьми. Может быть, дети к вам приедут погостить с 14 по 28. Также вероятно, что вы станете ребёнком, который приедет куда-то погостить к родителям. Возможно, что кто-то из вас с 28 октября переезжает в дом матери и будет находиться там, к примеру, до 3 ноября. Также возможен переезд, переезд вместе с детьми с 14 по 28 куда-то в иной дом. Возможно, вы возвращаетесь в дом, в котором жили раньше. А также возможно, что вы сами возвращаетесь в свой дом, родительский дом, в то место, где вы жили раньше. Особенно это вероятно, в принципе, тоже с 14 октября, но с большей вероятностью уже после 28 октября вы можете вернуться на землю предков, на землю матери, в дом матери, в прежнее место жительства в целом, а также на родину. Поэтому, если вы не могли попасть на родину, к примеру, с апреля, то, скорее всего, такой возврат произойдёт уже в конце октября, третью декаду октября. С 23 октября, когда солнце в вашем доме любви, вы можете ожидать улучшений взаимоотношений со всеми, с кем вы любитесь, кого вы любите. И особенно дома, потому что 16 октября новолуние в вашем доме, дома, родни и семьи. У кого-то с 16 октября вообще обновляется ситуация в доме, в семье, возможно, вы съезжаетесь с кем-то. Ещё раз повторюсь, это возврат, скорее всего, не что-то новое. Скорее всего, кто-то к вам возвращается, либо любимый, либо дети, либо мама, либо вы к родителям, может быть, к бабушкам, дедушкам. А с 23 октября обновляются отношения, новая волна, свежая волна, возможно, появление детей в доме, но не ваших. Это может быть племянник, племянница, может быть, ещё какие-то детки появляются в вашем окружении. Вот, может, вы начинаете посещать учреждения, спортивные, творческие, детские, игровые, те места, где вы занимаетесь хобби, с детьми, либо самостоятельно занимаетесь хобби. Возможно, вы примете участие в каком-то соревновании, шоу, конкурсе талантов, где будут также участвовать и дети, либо где вы будете чувствовать себя как ребёнок. И вот такие все действия, действия и взаимодействия с семьёй, с детьми, с любимыми людьми будут приводить к вас к тому, что осуществится ваша мечта. Ещё раз повторюсь, маленькая, большая, достижение значительное, либо незначительное, но всё равно очень приятное, возможно, к 31 октября. Уважаемые представители знаков Диакарак, я астропсихолог, если вы хотите обратиться ко мне лично, пожалуйста, посмотрите сейчас на свой экран. Здесь все нужные мои контакты и также информация о ходе работы. Я составляю все возможные гороскопы, все возможные прогнозы, обращайтесь, рада помогать. Месяц октябрь знаменует собой переход, переход к новой реальности, но через то, что нужно вспомнить прошлое. Вспомнить прошлое и вынести все уроки из прошлого. В особенности для вас важно вспомнить своё детство, побывать в местах детства по возможности. Если такой возможности финансово-территориальной правовой у вас нет, то пообщайтесь с вашими предками. Вспомните прошлое, вспомните свои корни. С 28 октября, когда Венера в вашем доме, роды, родни, семьи, могут улучшиться отношения именно с предками, с людьми, которые старше вас. Если вам нужно улучшить отношения с мамой, также для этого 28, 29, 30, 31 октября – наиболее подходящие дни. Возвращайтесь к прежнему типу взаимоотношений в семье, возвращайте семью, возвращайтесь в семью. Также возможно, что вы решите вернуться к какой-то идее, связанной с заработком, на доме, на недвижимости, на том, что вы делаете на дому. Замечательно, третья декада октября, собственно говоря, еще и с 16 октября хорошее время, чтобы начинать зарабатывать на дому удаленно, либо на деятельности, которая связана непосредственно с обеспечением домом, кровом других людей. Итак, с 16 октября вы можете вернуться к какой-то идее заработков на всем, что связано с домом, с обеспечением местожительства людям, а также с обеспечением питания людей и уходом за людьми. Но если только эта идея уже была в вашей жизни, если такой идеи не было, то по ретро-меркурию не рекомендовано. Сейчас самая главная, самая важная информация об этом месяце с 14 октября и по 3 ноября ретро-меркурий, а значит ничего существенно нового лучше не предпринимать. Если вы что-то предпринимаете новое, то это должно быть то, что когда-то уже зрело, вызревало, и просто вы это оставили, отложили в долгий ящик. Если идея была отложена в долгий ящик, то вы можете к ней вернуться. Но если это совершенно новая идея, особенно если это бизнес-проект, то лучше отложите это мероприятие уже на ноябрь и даже на третью декаду ноября, потому что октябрь, пожалуй, самый тормозящий месяц года. Кроме ретро-меркурия с 14 октября весь месяц ретроградный Марс, а значит, в принципе, никакую активность лучше не продвигать. Возвращаться, вспоминать, перебирать, сортировать документы, выбрасывать старые, находить утерянные, потерянную информацию можно найти в этом месяце, разбирать старые фотографии и находить в них что-то новое. Вот для чего этот месяц. Будьте счастливы, всего доброго.